И всем привет, ребят, с Мастер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня мы вместе с вами обсудим очень интересную тему, которую выкатили для нас разработчики игры в виде анонса видеоблога, который будет уже сегодня, то есть если вы смотрите этот видос в пятницу с утра, то вы еще, как говорится, как и я, ничего не знаете, да, может быть кто-то уже смотрит после выхода видеоблога и владеет больше информацией, Но есть одна очень интересная тема, на которую я хочу поговорить с вами, которая прозвучала в этом анонсе, которая заставляет меня задуматься о многих разных вещах, да, давайте быстро мы вместе с вами сначала посмотрим анонс этого видеоблога, да, ну а дальше уже я буду говорить все, что я думаю Говорим про удаление дронов, не пропустите! Будет информация по поводу удаления дронов, да, и это наверное та самая тема, которая наверное для меня лично была уже актуальна в какой-то тайный период времени, да, и я, ну наверное, задавался себе таким же вопросом, который скорее всего сегодня будет разобран в нашем видеоблоге Я, как уже сказал, пока что ничего в этом плане не знаю, но тема очень и очень интересная, и если в нашей игре будет реально удалять какие-то дроны из игры полностью, то у меня лично будут, ну наверное, большие вопросы, к чему было их тогда вообще изначально добавлять Да, вы знаете, что в нашей игре довольно большое количество дронов, я например на своем основном аккаунте их все давным-давно уже фул прокачал, но ни для кого не секрет, что половина из них, даже может быть больше половины из них я не использую сейчас, да и вообще в принципе не использовал От слова совсем И сегодня поговорим об этих дронах, о том, как можно было бы все это дело изменить, да, и почему их проще удалить с точки зрения разработчиков, а не просто поменять и сделать их метовыми Хотя, если честно, я больше за то, чтобы не удалять дроны, а делать из этих дронов рентабельные, актуальные, да, и конкурентно способные дроны, да, чтобы у нас, например, игра не заканчивалась, например, там на каких-нибудь 3-4 дронах по типу там Гипериона, Кризиса, Ловкача, да, и там условного снабженца, который сейчас вот вдруг внезапно тоже вошел в мету, да А чтобы мы, например, говорили о таких дронах, как инженер, как старый добрый десантник, как драйвер, как спринтер, да, то есть чтобы штурмовик тот же, да, пользовался спросом Да, и в чем же проблема всех этих дронов и почему ни один из них не актуален? Да очень просто, потому что это дроны старой меты, да, это первые дроны, которые только выходили в игру, а после этих дронов добавлялись новые дроны, которые уже имели лучшие параметры и имели больший смысл, хотя, например, тот же дрон-снабженец в свое время был полностью не актуален, да, и потом его просто видоизменили, и он начал раздавать расходку, получать за это припасы И сейчас вот, например, он стал актуален за счет того, что можно на нем фармить хорошее количество очков, просто раздавая припасы, да Тот же дрон-инженер, я честно не знаю, что он даже делает, я не знаю, да, но давайте посмотрим, рассмотрим его, в общем, мне очень интересно Что он из себя вообще представляет, да, дрон, он, наверное, поддержки, да, ремонтирует себя и союзников неподалеку при подборе любой коробки самостоятельно или союзником Если мы полностью откроем этот дрон, то что у нас здесь есть по информации? Так, эффективно в больших картах, где игрок может долгое время перемещаться, не встречая врагов, выгоден для всей команды Попытки набрать большое количество очков за счет сбора усилителей менее эффективны в сравнении с обычной игрой Ага, то есть вы подбираете припасы и за это получаете очки, но, 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 но В чем прикол тогда этих припасов, если, например, за каждого союзника дополнительные очки радиус лечения, бонус хп А в чем прикол тогда этого дрона, если у нас, например, есть дрон-снабженец, который раздает припасы свои и плюс еще дроповые коробки В чем прикол тогда этого дрона, мне лично особо сильно непонятно То есть у нас есть много вот таких вот дронов, да, которые находятся не в мете, да, то есть которые не актуальны, да То есть, например, тот же десантник, да, вот смотрите, что у нас здесь есть интересного по дрону Подходит для быстрого уничтожения врагов на базе сразу после респауна Время работы припасов с 5 до 7 секунд, перезарядка 3 секунды, да, то есть у нас есть возможность продленки своих припасов Но, зачем мне продленка припасов, если я могу взять гипериона, условно, да То есть здесь у этих дронов должен быть какой-то дополнительный плюс еще Спринтер, дрон, который, например, получает припасы за именно захват, например, точки, доставку флага, доставку меча, да Тоже дрон, который в свое время был актуален и сейчас вообще потерял свою актуальность Просто в моем понимании со всеми этими дронами, да, должны были быть изменения, да, то есть И должны были балансить в лучший вид, да, чтобы я, например, не только постоянно менял устройства, пушки, да И чуть ли не каждую неделю я приходил к какой-то новой мете А чтобы у меня вот было, вот видите, сколько дронов есть У нас есть 18 дронов, да, из них, как я уже сказал, там, ну, хорошо, если 5 пользуются спросом, да И то я даже сказал бы, там, меньше, там, 3, условно, да И почему нельзя работать с этими дронами, да, почему нельзя делать так, чтобы каждый этот дрон был более актуален И чтобы у меня был интерес брать эти дроны, да Почему я, например, никогда в своей жизни не брал драйвера, хотя мне очень часто говорили о том, что О, возьми драйвера, будет быстрее овердрайв копиться Но так он же копится не так быстро, чтобы я, например, там, сделал 2-3 кила и у меня появился овердрайв Если бы это было бы так, то был бы смысл в использовании этого овердрайва, этого дрона, да А так он мне дает процента, там, ну, хорошо, если плюс 20% к росту моего овердрайва А какой мне смысл от плюс 20% к росту моего овердрайва, если я дополнительно не получаю ничего Ни припасы у меня, ни на кулдауне, да, то есть, ни расходка, ничего То есть, никакого дополнительного плюса Просто плюс 20% накопления овердрайва, хотя я с другим дроном, который будет мне давать больше очков Я заработаю этот овердрайв еще быстрее, да, то есть, вот и встают эти самые вопросы, да Почему нельзя дорабатывать дроны таким образом, чтобы не нужно было записывать вот такие вот анонсы То, что мы там будем говорить о отдалении дронов А просто добаланшивать их и делать их актуальными Да, этот вопрос, если честно, в таком виде уже, ну, для меня лично, наверное, давно наболевший Да, и я просто как-то обходил стороной, то ли не зацеплял, то ли было просто больше интересного контента Для общения, для разговора Но эта проблема дронов уже была на протяжении очень длительного периода времени Очень длительного, да, то есть, и дроны первой линейки, дроны второй линейки, третьей линейки, да То есть, по сути, у нас, вот если вы сейчас видите, так разделить это каждую линейку на именно пошаговость появления новых дронов Хотя, если честно, штурмовик и механик, мне кажется, тоже были одними из первых, кто появлялся Но, по сути, не в этой линейке, не в этой линейке, только вот в последней линейке есть актуальные дроны, да То есть, которые есть смысл использовать в матчмайкинге на постоянной основе, да То есть, вот три последних дрона, да Но снабжение сейчас, да, встало тоже чуть-чуть в мету из-за того, что можно саппортингом забирать очень большое количество очков, да А так, выглядит все грустно, выглядит все грустно Можно было бы дорабатывать эти дроны, а не говорить о том, что надо что-то удалять, да И делать из этих старых дронов, из старой меты дронов, да По типу, там, спринтера, как я уже сказал, десантника, того же штурмовика, да Делать какой-то овербаланс, да, драйвер Чтобы был смысл использовать эти дроны И чтобы у нас было не только большое количество разнообразия вооружений по пушкам и корпусам Но и было большое количество разнообразия по дронам И чтобы я, например, заходил в бой и такой думал, блин, а что за дрон он использует? А что это он так жестко нагибает, да? А почему вот он использует такой дрон? Почему он настолько сильный, да? Чтобы, например, под каждую карту был более актуальный дрон Чтобы был смысл использовать этот дрон на каких-то ближнебойных пушках А этот на дальнобойных пушках Потому что здесь можно заформить очки так, можно заформить очки так В зависимости от режима можно использовать этот дрон Да, чтобы был в этом смысл А не чтобы все заканчивалось просто на четырех дронах И выходили анонсы видеоблога В которых говорилась информация о том, что у нас уже в ближайшее время будут удалены дроны Очень интересно будет послушать, посмотреть, что же нам расскажут видеоблоги Возможно, я сегодня даже еще один видос по этой теме выложу Если эта тема актуальна, да? Поэтому проявите свою активность, если интересен этот вопрос И вы бы хотели, чтобы я его тоже чуть больше разобрал, поднял Потому что такой анонс меня немножечко заинтересовал Даже на запись подобного рода видеоролика и обсуждения этой темы вместе с вами Интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу всей этой движухи Согласны ли вы с моей точки зрения То, что надо развивать дроны, а не зацикливаться на каких-то пяти дронах И все остальные дроны, как будто у вас просто даже не существуют в игре Да, стоит ли менять баланс этих самых замечательных дронов Ну, либо же их просто-просто удалить Да, как предлагают нам разработчики Напишите, что вы думаете Обязательно поддержите данный видос лайком Если вы хотите, чтобы эта тема была более актуальной Чтобы она продвинулась, я бы лично хотел бы, чтобы ее как можно больше людей затронуло, посмотрело Рассмотрело и прокомментировало Да Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал Если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики Ну, а также не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 30 миллионов Ой, 30 миллионов, говорю 30 тысяч танкоинов По моему личному тегу в настройках игры, вот здесь в аккаунтике Мой личный тег, тег, темп и на 2 миллиона кристаллов Все, что вам нужно сделать Установить тег Дальше перейти в магазинчик Оформить какую-то покупочку Например, там очень часто сейчас ребята пользуются спросом покупки Спецух с ежедневными танкоинами Кстати, где она? Должна была быть, если честно, я не ошибаюсь Если я не ошибаюсь, должна была появляться Но почему-то у меня ее нету Возможно, тут просто 4 на витрине Либо покупочки прямо Дальше заходите в описании Заполняйте форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Всем пока!